Потом постараюсь позвонить. Следующий вопрос. Здесь спрашивают о том, что в многих сказках приводятся примеры, что люди превращаются в птиц, животных и так далее. Чем это связано? Во-первых, я этот вопрос детально не изучал, поэтому не думаю, что смогу себе дать полноценный ответ. Но то, что могу быстро сказать, чаще всего думаю, что это был образ, скорее всего, когда люди могли телепортироваться. Телепортация происходила, они передавали это в виде каких-то образов и так далее. И хотя в некоторых случаях говорят, что есть явления реальные, когда человек превращается в оборотник и так далее, тот оборотник, который есть в реальности, который мы привыкли понимать, ничего хорошего нет. А в сказках, наоборот, там все хорошее. Поэтому я думаю, что там совсем другой смысл вкладывается, чем превращение в животных. Это возможность, допустим, птицу превратиться, но человек может видеть на расстоянии. Потому что как образ нести, как можно видеть на расстоянии? Вы скажите, даже для большинства, сидящих здесь, если сказать, что человек смог увидеть мысленно на расстоянии, телепатически, зритель увидит что-то, происходящее на расстоянии. Для многих это... Ку-ку. Божество, правильно? Поэтому для того, чтобы понять, как это делать, или что это такое, человек должен быть подготовлен. Я думаю, в сказках многие вещи, я предположение не выяснил до конца вопроса, в сказках многие вещи, допустим, излагались образно. То есть, допустим, птица, птица перенес, человек поднялся высоко, видит, что происходит, и даже человек, видя, что происходит, где-то полетев птицей туда. И это первое. Второе, существуют возможности, что вполне может быть применялось, что наши предки владели возможностью управлять поведением животных. Вот, скорее всего, будет более правильно. То есть, они могли подчинить своему сознанию то или иное животное и даже воспринимать информацию через их сознание, то есть, через глаза и так далее, и действовать через них. Вот такое возможности. Но это не значит, что они реально физически превращались в птицу или медведя, или волка, или птица. Вот то, что я могу сказать, скорее всего, это то, что у меня пока анализ провел, скорее всего, это действительно было, что действительно можно подчинить животное и управлять его поведением. И вот тогда в случае это, как говорится, и действительно, если убивать такого животного, может погибнуть тот человек, который управляет. Это действительно так. Потому что тогда сознание все выходит туда, и уже в теле животного находится сущность человека, который управляет его поведением. Вот в этом плане вполне возможно. Продолжение следует...